19 часов 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. Это реальное время, ежедневная интерактивная программа на волнах радиостанции Финам-ФМ у микрофона Юрия Пранько. Тема сегодняшнего разговора, приговор Пуссерайт расколол страну, где выход из этой ситуации, а я убежден в том, что, безусловно, эта ситуация расколол наше общество. Сегодня будут представлены, как я предполагаю, две полярные позиции. Но в самом начале просто напомню средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Для звонков, соответственно, finam.fm. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете слушать, можете смотреть. Я уже подключил свой личный аккаунт в Твиттере. Можете и туда писать. То есть все средства связи к вашим услугам. Сегодня у нас в гостях вот тему приговора Пуссерайта и раскола страны обсуждают Илья Яшин, один из лидеров российской оппозиции. Илья, добрый вечер. Здрасте. И Иван Атраковский, руководитель православного движения «Святая Русь». Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Вот давайте так. Начнем с информационного повода, потому что мы, журналисты, отталкиваемся от тех волн, которые появляются на информационных лентах. Сегодня защита участниц группы Пуссерайта обжаловала приговор Хамомнического суда Москвы. Кассационная жалоба несколько минут назад, ну где-то полчаса, да, уже прошло, как была подана в Московский городской суд. Об этом сообщили адвокаты. Они пояснили, что в действиях осужденных нет состава преступления, точнее, мотива ненависти и вражды. Я напомню слушателям, что судья Хамомнического суда Москвы Марина Сурова приговорила троих участниц Пуссерайта Дум к годам лишения свободы. Их наказали за проведение своей акции в Храме Христа Спасителя. Иван, ваш взгляд на произошедшее и на приговор? Значит, мой взгляд. Я уверен, что, вернее, я скажу, что это был фарс, 100% фарс судебный. Это было спровоцировано и продумано все заранее от начала и до конца. Начиная с выступления Пуссерайта, дальнейший это суд, в течение которого длился больше полугода, и третий это группа Фэмон. Это все цепочка одной цепи. Значит, для чего это нужно было? Для того, чтобы спровоцировать церковь, да, а церковь это мы, православные люди, в лице самих же верующих. Для того, чтобы оттолкнуть их от родной церкви. Цель достигнута? И вы знаете, частично, вот говорят, раскололо общество. А я не вижу, что раскололо общество. Потому что большинство православных людей не потерпит кощунство. А те, кто терпит кощунство, я не считаю их православными. Понимаете, они забыли, что такое крест. Я вспоминаю царствие небесное ему Евгения Родионова, который принял мученическую смерть. За то, что не снял крест с шеи, понимаете? За крест он принял мученическую смерть. А тут какие-то девицы прыгают по храму, куда я захожу с благоговением и трепетом. Как мы можем это терпеть? Это называется искусством. Вы понимаете, что страшно? И Ерофеев сказал, что через 40 лет это будет нормой. Я не хочу, чтобы мои дети жили при таком позоре. Я их сам своими руками задавлю, если узнаю, что они в таком позоре еще участвовали. У вас есть дети? Ну да, дочка маленькая. Как раз вот она к этому... Вы готовы поступиться своими отеческими чувствами? Для меня вера важнее всего на свете. Крест. Вот, спасение мое. И я это знаю, и буду к этому идти. На ваш взгляд, вот ситуация в стране сейчас какая после приговора Пуссирайт? Ситуация такая, значит, что прошла мощная реклама. Мощная. Мы видим, что должны пойти за этим последователи. Я предупреждал об этом. На что мне ответили. Для этого есть полиция, она разберется, это есть власть. Мы видим, что это ни к чему хорошему не привело, потому что под каждый храм, под каждый крест, под каждый мастырь полицейского на все сутки не поставишь. Это разумно. Поэтому граждане, граждане обязаны, обязаны смотреть за ситуацией в стране и участвовать в жизни своего государства, а не сидеть. Иван, я предлагаю эту тему чуть попозже подробнее обсудить. Это Илья Атраковский, движение «Святая Русь». Илья Яшин, Илья, ваш взгляд, вот сегодня касация, да, в общем-то адвокаты пытаются изменить ситуацию, я так мягко скажу. Они не видят состава преступления, а точнее мотива ненависти и вражды. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я надеюсь, что с дочкой уважаемого Ивана ничего не случится, когда она вырастет. Даже если ее взгляды будут не совпадать со взглядами отца, все-таки, мне кажется, жизнь, здоровье детей важнее чего бы то ни было вообще на свете. Поэтому я призываю все-таки там в запале дискуссии, да, помнить о том, что нет ничего более дорогого у родителей, чем их дети. Что касается темы наших дебатов, то, знаете, откровенно говоря, когда случилась вот эта вот знаменитая акция «Пуссирайт», меня это покоробило, я поморщился. Я не могу сказать, что я очень религиозный человек, нельзя сказать, что я там часто хожу в церковь, но она вызвала у меня довольно негативные чувства. Я объясню, почему. У меня есть брат, он живет в одном из российских регионов, в маленьком поселке, ну, он занимается крестьянством, занимается там разведением животных, скота и, ну, обычный парень. Несколько лет назад он приезжал в Москву, и я очень удивился, когда первое буквально, что он попросил сделать для него, это показать ему храм Христа Спасителя. Он попросил его отвезти, что я сделал. И мне казалось, он хочет просто посмотреть, там, вот как на музей, там, да, но он там некоторое время провел за тем, что ставил свечки за упокой, за здоровье, и было видно, что вот это вот для моего брата, обычного парня из российского региона, это действительно важно. Для него действительно это святое место, и я, на меня это тогда произвело впечатление. Мы это не обсуждали с ним, но вот то, как он относился к этому месту, на меня произвело впечатление. Надо сказать, что храм Христа Спасителя, его восстановление было действительно важным событием в истории нашей страны, да, и когда этот храм появился в середине 90-х годов, был восстановлен на прежнем месте, это стало действительно во многом символом такого духовного возрождения нации. Все на это надеялись, и всем казалось, что это будет какое-то такое очень здоровое, позитивное развитие. Но, к сожалению, спустя вот годы можно констатировать, что храм Христа Спасителя во многом превратился не в символ возрождения духовности, но в символ порока и в символ греха. У многих людей, ну, возможно, не у моего брата, да, у тех людей, которые там как-то активно следят за политической жизнью в нашей стране, которые следят за новостями, которые пользуются интернетом, они прекрасно понимают, что храм Христа Спасителя сегодня, к огромному сожалению, скорее воспринимается как символ вот этих кабриолетов, на которых разъезжают люди, почему-то называющиеся служителями церкви, символом дорогих часов, которые носит патриарх и стеснительно замазывает их фотошопом, символом вот этих вот толстых, совершенно вульгарных чиновников РПЦ, символом вульгарных вечеринок, которые за деньги устраивают в храме Христа Спасителя. И храм Христа Спасителя, как символ духовного возрождения, сегодня во многом дискредитирован. И дискредитирован он не этими девочками, которые там заблуждаются, не заблуждаются, это вообще не имеет никакого значения. Да, храм Христа Спасителя, к сожалению, для меня, как для человека с уважением относящегося к разным религиям и, самое главное, к чувствам, к религиозным чувствам людей, к моему сожалению, это произошло. Но приговор этим девочкам, конечно, носит какой-то совершенно дикий характер. Да, девушки, с моей точки зрения, заслуживают общественного порицания. Да, общество не должно терпеть такие вещи, не должно игнорировать, и должна быть общественная реакция, должно быть общественное осуждение, которое, кстати, и было. Если вы вспомните первую реакцию на первые дни на пляски в храме Христа Спасителя, вы вспомните, там было абсолютно единое мнение. То есть можно по пальцам одной руки пересчитать людей, которые как-то позитивно это прокомментировали. Нет, первые комментарии абсолютно от всех были довольно возмущенные. Кто-то называл их нехорошими словами, кто-то просто морщился, кто-то даже не хотел это комментировать, как я, например. Но когда государство начало демонстрировать вот эту какую-то совершенно средневековую свою сущность, за песню отправлять людей там на три года за решетку, это вызвало такое негодование у людей, что фактически превратило этих несчастных девочек, которые сами того не ожидали, вот этих вот там панков, хиппи, как они себя там называют, в самых настоящих героев. Государство своими руками из несчастных девочек, которые сделали, ну, глупую какую-то совершенно акцию, с моей точки зрения, да, сделало героев, которых люди вынуждены защищать. Сегодня водорездел проводится, да, именно по этой линии. Ты за инквизицию средневековья, и тогда ты за приговор, пусть и рай, да, или против. Это государство сделало своими руками. Это очень большая глупость, с моей точки зрения. Раскалывает общество, не акция, пусть и рай, раскалывает общество совершенно средневековый приговор нашего суда, который больше похож на инквизицию. Я готов сказать. Значит, возмущение людей вызвало не то, что приговор, да, а то, что затянули. Если бы сразу в течение двух недель им дали по два года, все бы согласились. К сожалению, за полгода все СМИ раструбили в своих, в интересах, пусть и рай, такую пропаганду устроили, что, к сожалению, часть общественности повернули в свою сторону, и которая стала на сторону пусть и рай. Это мое мнение. Что если бы сразу дали приговор, люди бы поддержали. И сейчас я уверен, что многие православные люди за приговор, потому что они понимают, что первая выходка, да, если она останется безнаказанной, пойдут следующие, такие же. Потому что безнаказанность порождает вседозволенность. А на ваш взгляд, кто был заинтересован вот в этом полугодовом лагере? — Я считаю, это вот так называемые либеральные силы. — То есть я, что ли? — Ну, я не думаю, что вы, да. — А кто конкретно? — Нет-нет, есть либеральные силы, делятся на две части, понимаете. Вот я с одним либералом встречался, он абсолютно адекватный человек. Есть другой либерал, да, псих, роняющий слюни. — Знаете, это люди делятся на лагере, а не либералы. — Ну, да-да-да, ну, я просто боюсь, что, придя вот к власти, люди, которые ленят слюни, они, которых вот скромных, они просто подвинут и начнут резать, распинать и сжигать. — То есть, Иван, простите, нам просто сейчас на новость надо уйти, но, если я вас понял, либералы влияют на нынешнюю российскую власть? — СМИ, СМИ почти все либеральные, очень сильные, да, и во власти есть структуры, структуры враждебные, как православию, так и русскому народу. Я говорю про русских, потому что я сам русский, и я отвечаю только за русских и только за православных. — Мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. Здесь Илья Яшин и Иван Атраковский. Пишите на финам.фм. — 19 часов 18 минут — это реальное время финам.фм. — Вы, уважаемые слушатели, обвалили наш сайт, по всей видимости, потому что веб-трансляция, она не справляется сейчас. Расширены каналы, и, тем не менее, даже они не позволяют сейчас принять все ваши заявки, что называется. Поэтому слушайте. А вот кто успел, тот вот и смотрит. Финам.фм — это не только веб-трансляция, но и ваши письма. Здесь Илья Яшин и Иван Атраковский. Приговор по серверу расколол страну. Илья, то есть всесилие либеральных СМИ заставило вертикаль власти подчиниться и вынести такой приговор? По крайней мере, так считает Иван. — Не, приговор нормальный. — А, приговор нормальный. — Нормальный приговор, да-да, затяжка была. — А, затяжка именно всесильные либералы. — Которая во власти есть структура, поддерживающая, ведущая страну на развал, что мы сейчас видим. — Это Путин? Это не Путин? — Нет, это не Путин, да. Я не буду говорить, что Путин не Путин. Я не знаю. Я не Господь Бог, я не знаю его. — Но вокруг Путина есть такие. — Да, окружение, окружение. Мы говорим о окружении. — Да, понятно. Это Иван Атраковский или Аяшин. — Бояре хорошие, бояре плохие, да. Ну, слушайте, я сам люблю теории заговора и с удовольствием готов о них порассуждать, но я всегда оказываюсь, испытываю некое недоумение, когда об этих теориях начинают рассуждать всерьез. Там либералы, пускающие слюни, прочие там. Ну, слушайте, знаете, я... Давайте исходить из того, что люди разных взглядов пускают слюни. Я не хочу никого оскорблять, но я видел немало религиозных фанатиков, которые пускают слюни и брызгают. — Ну, вот я пускаю слюни, вы смотрите. Вот я же... — Вы производите впечатление более-менее адекватного человека. — Спасибо за это. — Как, наверное, и я, да. Но я думаю, что и вы встречали своих оппонентов, пускающих слюни, и я встречал не очень таких, знаете, вменяемых своих оппонентов. Поэтому предлагаю все-таки не использовать такие художественные сильные образы. Что касается того, кому это все было выгодно, то ситуацию надо разделить на два этапа, как мне кажется. Как ни странно, на первом этапе выгоду, конечно, очевидную политическую выгоду получил Владимир Путин. Я напомню, когда это произошло. Это произошло буквально за несколько дней до президентских... Ну, сколько там может быть, за неделю до президентских выборов, накануне президентских выборов. Смотрите, девушки в масках врываются в главный храм страны. Страны, где большинство населения, порядка 80%, называют себя православными. Высоко задирают ноги и начинают ругать Путина. Какая реакция у этого большинства населения? Вот первая реакция. Мы видели ее и в интернете, и в общественном мнении. Реакция сплотиться вокруг Путина. Но раз люди, оскорбляющие православные чувства, критикуют Путина, значит, мы будем за Путина. И вот эта вот акция перед выборами, она на самом деле сознательно они это сделали, бессознательно. Но по факту она, конечно, играла на пользу избирательной кампании Путина. То есть это Путина сделал? Нет, я не думаю, что это сделал Путин. Я думаю, что они просто не очень понимали. Я, опять же, я не сторонник теории заговора. Они просто люди с таким панковским менталитетом. И у них задача эпатировать публику. Они пытаются нащупать какие-то точки... Да, если поговорить с политтехнологами, они скажут, что это агитация от обратного. Я просто пытаюсь дать некий, как мне представляется верный, такой политологический анализ, не вдаваясь там, да, кто за ними стоял или не стоял, какая у них была мотивация, да. Но по факту, конечно, эта акция принесла некоторую пользу ощутимую, да, накануне дня голосования Владимира Путина. Это просто именно ощутимая, не некая... Ощутимую пользу, да, мне тоже так кажется. Можно я добавлюшку? Секунду, если можно, я закончу. Но потом начался второй этап, когда пошла реакция власти. Я категорически не согласен с тезисом, что нужно было сразу их посадить на два года. Да, во-первых, это невозможно. Есть некие процессуальные нормы, есть свидетели, необходимо задержать, допросить. Илья, это вы говорите после сегодняшнего судебного разбирательства? Тем не менее, все равно. Вы меня удивляете. Я сейчас поясню слушаем о другом деле, да, говорю. Но тем не менее, слушать от Ильи Яшина... Тем не менее, да, я знаю прекрасно, да, специфику следствия, там, правосудие нашего. Но тем не менее, занимает какое-то время. Да, все равно можно там как угодно оценивать показания свидетелей, но все равно их надо как-то допросить хотя бы. Поэтому, понимаете, это же не инквизиция, да, когда все решили, что ведьмы там, да, и там на следующий день сожгли на костре. Все-таки мы живем в светском правовом государстве, и такая постановка, ну, мне кажется, к счастью вам, кажется, к сожалению, но факт остается фактом. У нас есть конституция, у нас есть законы, у нас есть право, которое государство, по крайней мере, обязано делать видимость, что оно соблюдает, да. Поэтому, к сожалению или к счастью, это было невозможно. Как мне кажется, какая была бы правильная реакция со стороны власти, чтобы не носить самим себе ущерб? Надо было очень жестко это все осудить, да. Максимум административное наказание, максимум. Хотя, мне кажется, оно было бы излишним, да. Штраф и общественная работа. Штраф, общественная работа, что угодно. Но это максимум реакции со стороны власти. Тот факт, что они начали кампанию, сыграл против них. И вот эта вот выгода, которую они получили на первом этапе, в итоге обернулась для них колоссальным имиджевым политическим ущербом. Я говорю и о Владимире Путине, с которым все ассоциируют приговор, пусть и райд. Все понимают, все говорят о том, что за приговором стоит Владимир Путин. Вот три девочки маленькие против фактически полноправного руководителя самодержца нашей страны, который решил свести счеты с тремя девочками. И, конечно, он нанес грандиозный, колоссальный ущерб репутации русской православной церкви. Вы так считаете? Я в этом убежден. Русская православная церковь обязана стоять на фундаментальных ценностях христианства, которые в первую очередь сводятся к всепрощению и к милосердию. Вот, к сожалению, церковь не продемонстрировала ни все прощения, ни милосердия. Церковь продемонстрировала... То есть она пошла в фарватере светской власти? Я не знаю, кто в чем фарватере прошел, но факт остается фактом. Церковь продемонстрировала крайне жесткую и абсолютно не христианскую реакцию. Я готов ответить. Когда князь Владимир, крестивший Русь, выпустил всех преступников, посчитав, что это считается как раз гуманизмом, епископы сказали ему четко, ты что делаешь? Христианство не есть поощрение зла. То, что вы предлагаете, это значит поощрение зла, да, в ущерб добру. Так не делается. Что бы я сделал, будь я царем, да, потому что я монархист, я бы обратился к главам различных государств и спросил бы, кому нужны данные певицы? Если бы какой-то государств сказал нам, мы бы их отдали, да, и лишив их, соответственно, гражданства Российской империи. Я все-таки настаиваю, мы живем по законам светского общества. К сожалению, потому что светское общество, это разврат и растление, вседозвольность, это обезьянки, бегающие, годящие, друг другу тыкающие пальцами. А попы на кабариолетах, это тоже следствие светского государства? Послушайте, вот давайте, вот кто без греха, вот скажите честно. Вот есть у вас грехи? Ну так я не претендую на то, чтобы представлять себя. Я не претендую на людей обезьянками, как видимо. Мы все люди, мы все люди, поймите, и они, и если мы не боремся своими грехами, да, и можно там пить, курить, объедаться, балудить, да, то они борются. И на них нападки в тысячу раз сильнее, потому что они ведут настоящую борьбу. И где-то сдаются, но это люди, понимаете? Это не святые, это люди, поэтому вот, к сожалению, слабость, да. Есть батюшки, да, которые пользуются положением, да, своим в корыстных целях, и такие есть, потому что это тоже люди, и патриарх, к сожалению, не может уследить за всем, да. Но, а, по поводу Пуссерайт, почему вот вы говорите, что это случилось спонтанно, вы заметьте, какая цепочка была. Патриарх, часы, квартира, была четко сплагнированная акция, нападки на него мощнейшие были, а потом появляется неожиданно Пуссерайт, а потом группа Фэймон, понимаете, а потом этот раздутый, вернее, Пуссерайт, потом раздутый этот вот процесс судебный, а потом группа Фэймон, четкая цепочка, направленная, направленная именно на русскую православную церковь, чтобы оттянуть людей, потому что к поясу Богородицы пришло 3 миллиона человек верующих, да. Это правда. Да, 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 а на митинг вот выходит по 50 тысяч человек, понимаете. А как людей опять под желтые и белые знамена поставить, понимаете, оттянуть от церкви и сказать, оп, у нас и патриарх плохой, у нас все плохо, вперед. Вместо того, чтобы поднимать общество, да, поднимать, для того, чтобы решать вопросы на местах. Иван, кто сейчас рубит вот кресты? Сумасшедшие. Это сумасшедшие люди, да, это обозленные, абсолютно обозленные. Те, кто не понимает даже, что он делает, честно скажу, не понимает. И, к сожалению, это может окончиться печально, потому что я вот призывал, сами слышали, к любви, к милосердию, что нужно, мы будем задерживать их, там, и полицию, да. Но если они где-то попадутся на спильни крестов, да, и православные люди поймают, и я не могу представить, что они могут сделать, потому что, я говорю, для нас крест, это святое. Это самосуд называется. У нас чувство святое. Мы готовы пойти под суд, понимаете, за это. Потому что для нас это спасение. Я тоже говорил насчет своих детей. Простите, Иван, мы это кто? Православные люди. Православные люди. Ну, я говорю, по поводу, допустим, себя, да, и своих там близких, вот это мое окружение. То есть вы готовы пойти в суд за самосуд? Если, ну, я опять говорю, я человек. Вы же понимаете, это криминал будет, если вы... Я понимаю, что это криминал, да, но для меня крест святое. То есть, а что делать-то будет, я так и не понял. Убивать, я так понял. Не-не-не-не-не, давайте не перегибать, не перегибать. Не перегибать, ни в кое-какое случае. Задерживать, но... И в полицию. Да, да, но в грубой физической форме. Грубо, я не буду там брать подручку, говорить, стоп, давай, нет, я... Перегибаю все физически, все. По поводу, по поводу... Дочка-то пожурщик, как-то собирается. По поводу дочкой пожурщик, собирается. У меня масса вопросов и беспокойства слушателей по поводу вашей дочери. Это я понял, да. По поводу дочери. Я ее воспитываю в христианской вере, да, мы сейчас там, хотя она и маленькая, да, читаем его Англия возле нее, вот, причащаем ее раз в неделю к положению. А сколько я... Год и 10. Ну, маленькая. Маленькая, маленькая, да, как разница. Надо с самого рождения. Иван Натраковский. Вот, секундочку, я объясню, да, для депозиций. Для меня самое важное — это душа. Тело — это что-то второстепенное. Я готов здесь отдать свое тело, да, чтобы веки вечны, душа моя была с Богом. Ну, дай Бог. На все воле Божьей. Здесь не надо. Иван Натраковский, да. Вот я бы хотел остановиться на тезисе «Кто без греха?» Без грешных нет, конечно. С этим никто спорить не будет. И вы грешные, и я, и Юрий наверняка. Что-то там у него есть за душой. Но, понимаете, ведь мы, по крайней мере, с Юрием не претендуем на то, чтобы представлять на земле Бога, да. А те люди, которые надевают сан, они на это претендуют. Конечно, они, да, люди, все слабые, каждый может совершить ошибку. Извините, нестись с бешеной скоростью по Москве на дорогущем кабриолете — это не совершить ошибку. Это жить порочно, да. Ну, порочно в том смысле, что если ты являешься служителем церкви, да, если ты бизнесмен, там, заработал честным трудом, в этом ничего страшного нет. Но если ты надел на себя сан, если тебе люди исповедуются, если ты добровольно пошел на некое самоотречение от этих мирских благ, то ты обязан соответствовать неким стандартам. Понимаете? Вы обязаны демонстрировать своим примером те ценности, которые вы проповедуете. Ну, вот смотрите, я оппозиционный политик, да? Я сами согласен. Я оппозиционный политик, я критикую людей, там, за коррупцию, там, чиновников, я критикую, там, не знаю, чиновников за то, что они, там, с мигалкой есть. Я понимаю, что я нахожусь вот под колпаком, да, живу как в аквариуме. Я прекрасно понимаю, что если я там завтра развернусь через двойную сплошную, и меня кто-то сфотографирует, там, да, все, мне конец. Меня просто разорвут на части. И чиновники РПЦ обязаны понимать это. А если они одевают сан, они не могут себе позволить одевать на руку часы за несколько десятков тысяч долларов. Они не могут себе позволить отбирать квартиру, там, у больных соседей. Они не могут себе позволить... Такого не было. Ну, хорошо, ладно. Да, это раздуто все. Хорошо, все раздуто, понятно, да. И кабриолета не было, подарки, ничего не было. Понимаете, вот, понимаете, патриархи же тоже бывают разными, да? Вот есть патриарх Кирилл, который любит красиво жить, вкусно кушать. А был, например, такой сербский патриарх Павел, которого вы знаете. Я так и знал, что вы это сравните. Ну, сложно не сравнить, понимаете, сложно не сравнить, да? Он, наверное, тоже был грешным человеком. Но у каждого человека есть вот свой некий, скажем так, объем грехопадения, да? Продолжим. Продолжим после краткого выпуска новостей. Или, я прости, Илья Яшина и Ивана Траковский здесь в реальном времени на Финам-ФМ. Пишите, звоните. Мы еще расширили сейчас каналы, видеотрансляции. Ну, по идее, вот после этого расширения все ваши заявки должны быть удовлетворены. 19 часов 33 минуты в российской столице. Мы продолжаем реальное время на Финам-ФМ. Здесь Илья Яшин и Иван Траковский. Приговор по Сирайт рассказал страну. Ваши письма на финам.фм. Там идет прямая веб-трансляция. Я сейчас проверил все каналы. Да, есть возможность смотреть. Пишите туда же. Звоните на 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Илья Яшин. Я Илью просто прервал перед новостями. Да, ну я коротко буквально закончу. Мысль моя очень простая. Я полагаю, что кампанию против русской православной церкви, против православной веры, да, развернули не некие тайные силы, там, либералы, пускающие слюни, кланы в администрации президента, да. Эту кампанию ведут те порочные попы, которые, прикрываясь своим саном, ведут порочный и грешный образ жизни. И люди это видят. И когда они это видят, вот эти там корпоративы в Храме Христа Спасителя, кабриолеты, часы, да, люди разочаровываются, люди пишут об этом. Я знаю огромное число людей, которые верят в Бога, которые придерживаются православных ценностей, но которые не хотят иметь ничего общего с этой русской православной церковью. И, понимаете, они не жертвы какой-то пропагандистской кампании, да. Институтом, то есть я поясню. Они считают... Институтом, да, это институт. Не-не-не-не-не, вот здесь надо просто четко понимать. Когда я говорю РПЦ, я имею в виду вот эту организацию, да. То есть они там читают Библию, они как-то воспитывают своих детей в христианской традиции, но они не хотят иметь дело с этими людьми, которые сегодня русскую православную церковь возглавляют и на самом деле, на практике ведут кампанию по ее дискредитации. Я понял. Я поясню. Вот смотрите, да, РПЦ, не хотят с русской православной церкви ничего иметь. Православная церковь, это же, я говорю еще раз, это мы, это мы православный собор, где глава сам Христос. То есть вы говорите, что они не хотят ходить в церковь, где есть тайна исповеди, причастия, да. Это мы знаем, что без этого это духовная смерть. Потому что тот, кто не причащается, это духовная смерть. Ну, знаете, понимаете, то есть это люди, скажем так, отведенные дьяволом, отвели человека, понимаете, говорю, вот к сожалению, все, что творится, это направлено именно на людей. Понимаете, я говорю, даже не на патриарха, да, даже не на этих батюшек, это вот на людей, это вот дьявольский хитрый план, на людей, чтобы отвести людей от веры, чтобы люди стали чем-то непонятным, животными, без всякой нравственности, без всяких чувств долга, любви, все то, что есть, именно в православной вере, понимаете. Иван, тогда я вам задам такой вопрос. Вот смотрите, не то, чтобы мне нравится там муссировать тему патриарших часов, но появляется, значит, вот эта фотография. Фотошоп сделан, да. В общем-то, я думаю, наверное, никак не надо было реагировать вообще. Тем не менее, патриархия начала реагировать. Оправдание, опять-таки, это из политического опыта, любой, кто оправдывается, он в проигрышной ситуации. 100%. Начали оправдываться. Почему? Зачем? И, понимаете, после этого начинаются очень активные разговоры о том, что патриарх Кирилл любит роскошь. Мне, с другой стороны, люди, которые часто бывают на службах в раме Христа Спасителя, рассказывали, значит, Митра, вы-то понимаете, что это такое, да? Просто берут две фотографии Митра, святейшего патриарха Алексея Второго и Митра, святейшего патриарха Кирилла. Мягко говоря, одна отличается от второй по количеству бриллиантов, сапфиров и так далее. Вот, понимаете, с одной стороны, оправдание, с другой стороны, если ты не умеешь держать удар, то не занимайся фотошопом. Это была ошибка, понятно. Ну вот, смотрите, что такое СМИ, да? Это общественное мнение. Я могу сказать по поводу себя, что, когда я выдвинул инициативу с православными патрулями, и всех напугали, потому что появились инициативы, как это, атеистические патрули. Нет, это глупость всякая, это уже пошли, бред понесли. Просто расписали изначально, что вот, монстры, православные бандиты, бывшие военные, вышли на тропу войны крестить людей. Я читал ваш пост, там, в общем-то, это исследовало, разве нет? Нет, нет, там четко было сказано, стань за веру, русская земля. Потом, мы обязаны, потому что наша земля, наши предки. Я сейчас найду этот пост. Да, 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 наши предки. И в конце написано было, мы не призываем никого убивать, да, мы призываем только к справедливому наказанию. Мы не призываем к нападению, мы защищаемся. там четко все было написано. И было смысл о том, что мы будем патрулировать только районы, монастырей, храмов, никаких там улиц патрулирования, какая юбка, какие прически, ни в коем случае, только направлено на кощунников. И там есть четкие про это слова. И было того, все перевернули. Нашли мои фотографии, где я, ребята, тренирую, там мы с оружием где-то там по лесам бегаем, да, а кто Родину защищать будет? Кто? Мы обязаны, допустим, люди с военным прошлым обучать нашу молодежь. Потому что в случае внешней агрессии опять мы получим тоже Чечню, да, то, что молодых парней без всякого опыта бросали в бойню. И они гибли. Я вижу свой опыт, свой долг еще и в этом. Понимаете? И это так все раздули. Сегодня ситуация по поводу Даренко, Сергея, журналиста, который написал, что православные дружинники изрисовали его машину крестами. Якобы, якобы. К нему подошли с утра. Кярится, что ли? Да, наверное. Да это бред полный. Я сейчас даже будете смеяться, вот честно скажу. До того глупости я еще в жизни не видел. Вроде умный мужик. Ключевое слово вроде. Да, подошли к нему семь мужиков в камуфляже, когда он был с утра возле студии, да, как он пишет. Попытались его там пойдем поговорим. Он мужественно сказал, что я с вами не буду говорить. Зашел в студию, потом вышел, увидел на машине свои, ну пальцем по грязи провели кресты. Да? И он сказал, что это православные патрули. Вот кто это. А я фотографии-то посмотрел, а там кресты-то перевернутые. Они даже не додумались кресты по-человечески не вставать. Понимаете? Нет. До чего? Идет вот, доходит до смешного. Иван. И вот то же самое про патриархов. Вы понимаете? Идет такие нападки, которые можно так перевернуть. Ну часы были же. Чего стесняться-то? Так вот, так напали. А зачем отфотошопили? Зачем потом ошибка? Ну что ты тоже? Ну сказал человек, ошибка. Носил бы он их и носил бы. Кстати, очень важно, что человек как бы не занимает какую-то там совершенно безумную позицию и понимает, что ошибка. Называет ошибку ошибкой. Мне кажется, это тоже надо ценить. А что касается Даренко, я, честно говоря, не знаю, кто изрисовал его. Я часто сталкиваюсь с тем, что самые... Можешь секундочку, чтобы его не обидеть, не дай бог. Я не знаю, может это не он, может не он, может другие. Просто Вань, понимаете, вот смотрите, понимаете в чем дело. Я довольно давно занимаюсь политической деятельностью и сталкивался на своем пути с разными людьми. Вот по моим наблюдениям, самые такие радикальные квасные патриоты, как правило, пишут по-русски с ошибками. Поэтому я не удивлюсь, что самые радикальные православные фундаменталисты не знают, как правильно рисовать кресты. Вы же не обижайтесь, так иногда бывает. Мы говорим про православных, вы понимаете, православные знают. Ну, послушайте. Люди, которые называют себя православными, иногда очень слабо себе представляют вообще смысл и содержание христианских ценностей. Вот вы правильно сказали, называете себя православными. Я же не говорю. Да, да. Секундочку, можно я закончу, извините? Да, да, конечно. Вот смотрите, вы говорите о том, что человек теряет духовность, когда перестает причащаться, когда перестает ходить в церковь. Вот у меня другая точка зрения, да, у вас такая точка зрения, не вы так своего ребенка воспитываете. Моя точка зрения несколько отличается от вашей. Мне кажется, что христианская вера и христианские понимания мира, да, оно не сводится к неким процедурам, да, вот сходили в церковь, там, в воскресенье, там, сходили крестным ходом, поучаствовали, причастились, там, да, покрестились. Мне кажется, что любая религия, на самом деле, любая религия, независимо, у вас истинная, у других другая, другие считают, что у них другая истинная, там, да, но так или иначе, любая мировая религия сводится к формулированию некого такого морально-нравственного императива. В христианской религии это заповеди, да, вот в моем понимании, человек живет духовной жизнью тогда, когда он стремится к соблюдению этих заповедей. По большому счету, то этого достаточно. Для меня, если человек стремится к соблюдению заповедей, он уже, в принципе, в целом, хороший человек, да, вы нарушаете заповеди, вы не без греха, я нарушаю заповеди, я не без греха, но если человек стремится искренне к этому, он духовный человек, и неважно, ходит он в церковь или не ходит, поэтому я вас призываю, знаете, избавляться от некой такой категоричности, да, я не так часто хожу в церковь, но я стараюсь жить по заповедям, и мне кажется, в этом смысле, мы с вами всегда можем найти на мне нет креста, но я ценю и уважаю те заповеди, которые проповедуют христианские священники, настоящие христианские, настоящие православные священники, да, и в этом смысле, мне кажется, у нас с вами нет каких-то глубинных противоречий, но мне кажется, что любая религия заслуживает уважения в обществе тогда, когда она не навязывает себя агрессивно, когда она не завязывает себя с помощью средневекового меча и креста, вот когда она демонстрирует такую мягкость, толерантность и спокойствие, все прощения и милосердия, только тогда она может бороться всерьез за умы своих, за умы людей. Почему бы на самом деле не простить было девушек из Пуссерай? Тем более, что они признали, что это была ошибка в суде, они признали же. Толерантность, это склонение головы перед грехом, понимаете, вот вам слово толерантность, у нас есть слово терпение, наше православное понятие, а толерантность, это вот склонение головы. Ну хорошо, все прощения, не будем спорить о терминах, не будем спорить о терминах. Смотрите, объясняю, объясняю. Значит, что я вижу, как я это понимаю? Я понимаю то, что наказывая девушек, мы их предостерегаем от последующего совершения греха, понимаете? Вы их озлобляете, вы озлобляете их и озлобляете других людей. Да у нас мощная, вот раньше, давайте посмотрим, у нас раньше была мощнейшая империя, она была православной. Юр, извините, можно уточняющий вопрос вам, Ваня, простите, ради Бога? Вот у вас есть военное прошлое, не обижайтесь, скажите, а тюремный у вас есть какой-то опыт? Нет. Слава Богу. Да, слава Богу. Вот как вы думаете, наша тюремная система, она скорее людей исправляет, ставит на путь истинный, либо наоборот, ломает? Делает озлобленное. Правильно. Вот как вы думаете, эти девушки через три года, они выйдут озлобленными или просветлившимися, вот они поймут, вот вы же их, вы же их зачем в тюрьму отправили? Затем, чтобы они там просветлились, исправились. Вот вы как думаете, они из тюрьмы выйдут озлобленными или исправившимися? Если я бы их отправил бы. Но есть такая ситуация, я считаю, что Господь за эти испытания, за эти испытания, им этот грех просит, если не покаяться. Это как искупление, я говорю на духовной точке зрения. А если по-человечески, по-человечески, я изначально сказал, что мне их жалко. Ну а как иначе, если не по-человечески? Да, мне их жалко, потому что, как говорится, не ведают, что творят. По поводу того, что там гены огненные и кары на рот, до четвертого колена. Мы говорим о том, что они еще губят себя здесь на земле, ну, через страдания. То есть два года, это все время, это очень суровое. Конечно, тяжело. Но я опять скажу, что каждый должен нести наказание за совершенное. Вы понимаете? И тяжело там, не тяжело. Я согласен. Мы сейчас будем говорить о том, что менять тюремную систему. Вот с этого надо начинать. Понимаете? Нет, ну подождите. Да. А так что? Ну, есть наказание. Но вы поймите, за совершенное преступление должен человек нести наказание. Вы сами до этого сказали, что система наказания в России, мера, извините. Она не исправляет. Не исправляет, да. Ну, и что тогда вот ожидать? Нет, ну подождите. Потом целая волна, вы посмотрите, там в этих масках, там в этих масках, там надписи, здесь надписи. Понимаете? Вы сделали пуссерай модными, во всем мире модными. Вот смотрите, вот я приведу вам пример, да? Если бы сразу посадили, сделали бы не модными. Послушайте, послушайте, вот есть, это же не первая акция этой группы, да? Вот у них была такая эпатажная акция в Зоологическом музее, может быть, вы слышали. Да. Да. Очень эпатажная. Да, там, может быть, там слушатели не в курсе, я постараюсь в корректных выражениях напомнить, о чем речь была, да? Там вот несколько молодых людей и девушек, в том числе участницы этой группы, они пришли в Зоологический музей и устроили там массовое совокупление, да? Разделись и начали заниматься сексом. Прямо вот в музее. На глазах у детей. Дети там тоже были. Не знаю, были там дети или не были. И совершенно не были. Если были, то это еще хуже, да? Да. Вот эта акция не вызвала никакой реакции со стороны государства. Никакой. Да? И она осталась практически незамеченной никем, кроме пользователей интернета. Сейчас они начали как-то говорить в связи с приговором Пуссерайт, но вот тогда, это было в 2000... Когда были президентские выборы? В 2008 году. Да. В 2008 году. Прошло 4 года. Об этой акции знает очень мало людей. И они знают очень мало людей из-за мягкой, никакой реакции государства. Ну, какие-то чудаки пришли, ну, кто-то там испражняется на улице, да? Его там дали под затыльник, он перестал. Кто-то там устроил какую-то оргию. Ну, какие-то собрались странные, маргинальные люди, да? Никто на них не обратил внимания. Вот я вас уверяю, если бы власть и государство мягко, ну, там, максимум административное наказание отреагировали на эту акцию в Храме Христа Спасителя, они бы так и остались маленькой маргинальной группой уличных художников. Но своими руками государство сделало из них звезд мировой величины. Это Илья Яшин. Краткий выпуск новостей, с этим продолжим. 19.49 в российской столице. Это реальное время. Финам.фм. Приговор Пуссерайт расколол Россию. Здесь Илья Яшин и Иван Отраковский. Ваши письма на финам.фм. Там идет и уверенная прямая веб-трансляция после расширения каналов. 65, 10, 99, 6. Код Москвы, 495. Номер многоканального телефона. И по традиции, когда в таком вот клинче у нас сходятся люди с разными мнениями. Я провожу смс-голосование. Поэтому сейчас мы его запустим. Сейчас мы его запустим. Все у меня работает. Сейчас я просто проверяю. Значит, если вам близка позиция Ильи Яшина, то, пожалуйста, на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой А. Илья Яшин, 5533, смс-сообщение с буквой А. Больше ничего отправлять не надо. Если вам близка позиция Ивана Отраковского, руководителя православного движения Святая Русь, то на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой Б. Иван Отраковский, 5533, смс-сообщение с буквой Б. Иван, вы хотели ответить, Илья, пожалуйста. Вот смотрите, Илья. Допустим, вот эта порная оргия, да? Вы скажите, это хорошо? Ну, это безобразие, конечно. Ну, конечно, конечно. Но у нас же светское государство. Почему нет? Это искусство. Нет, извините. Это преподносится как искусство. Нет, не надо путать светское государство с аморальным государством в любом государстве. Для меня это равно сейчас. Предусмотрено. Для меня это равно. Послушайте, тем не менее, да, светское государство отличается тем, что там есть законы. Законы базируются в том числе, между прочим, да, вот на тех заповедях, которые, собственно, вы исповедуете. Выгваете идеал. Все правильно. Я с вами абсолютно согласен. Так так и есть. Поэтому это не может быть нормой. Когда люди совокупляются публично, это не может быть нормой. Но давайте придем к тому, откуда эти законы пошли. Законы, пневменик, красный демократы. Какие законы? Которые сейчас мы видим. Аморальные. Подождите, я даже по дару речи потерял. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Я говорю о том, что смысл правового государства... Борис Ельцин подписал указ, согласно которому... Да нет, нет. А что? Я говорю, что с тех времен все это идет. Я про это говорю, что не Борис Ельцин, я говорю, с тех времен идет вот это вот светское государство, разврат, расстреление, которое продолжается до сих пор. Иван, не путайте красное с круглом. Светское государство не есть разврат. Светское государство защищает, в том числе, моральные устои общества, для того, чтобы... Но я не вижу. Я 20 лет этого не вижу. Что такое светское государство? Это государство, которое живет по законам. Государство, где существует суд, куда вы можете обратиться и свои права защитить. Государство, где вас судят по закону, а не по справедливости. Потому что справедливость это понятие очень субъективное. субъективная вот мне кажется что этих девушек вы испусирает да их судили как раз не по закону их судили по справедливости в том понимании справедливости которые исповедуете вы судья сырого возможно владимир путин возможно патриарх кирилл да а должны были судить по закону если бы судили по закону ущерб для русской православной церкви для государства для владимира путина для православной общественности был бы гораздо меньше скорее все вообще не было бы никакого ущерба в чем заключается матов вы говорите вы понимаете вот какой-то маленький процент небольшой да вы называйте все обществом я говорю что вот общество мы которые поддерживаем и нас поддерживать и еще поддерживаете штамп приговор то что кощунники должны быть наказаны все как должно преступление должно нести ответственность понимаете это преступление это была однозначно преступление И я другого слова подобрать не могу Именно преступление Такая жесткая формулировка Да, 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 это было преступление А два года это соответствует? Я вам свою позицию по этому вопросу отзвелчил Что я бы их просто убрал из страны И отправил куда-нибудь Не имеете права, они граждане России Я знаю, я говорил, что был бы царь Начнем с этого Я бы имел право Давайте по поводу преступлений Скажем, что исправляют ли наши в тюрьмах Не исправляются люди Ну, мы можем сказать, что человек Убил кого-нибудь изнасилов Иван, в чем? Вот цель наказания Перевоспитать, что подумались Ну, вы же сами говорите, что не перевоспитаете Ну, давайте убийц отпустим оттуда, педофилов Разратников Ну, что вы, наше слово, вы что сравниваете Сделали какую-то глупость, спели песенку Вы их сравниваете с убийцами, с педофилами Ну, о чем вы говорите? Да, это для меня то же самое Смотрите, объясняю Феофан Затворник, стоп Перед революцией Сказал четкую фразу Я повторял несколько раз, еще раз скажу Четкая фраза сказала Что если в печати Появится хула на Господа нашего Или его Пречистую Матерь Жди, Россия, великих бед И море крови прольется Ибо Господь, поругаем, не бывает Что мы увидели? Революцию, кровь увидели Да? Кровь, море крови русских пролилось Вот вам все сказано О чем? Это да, все понятно Это была хула Кто ругает Бога-то? Это хула, это было конечно хула Кто ругает Бога-то? Кто Бога-то ругает? Я не знаю Там очень сложно понять У кого на балансе это все находится Но это, кстати, это характеризует Непрозрачное взаимоотношение государства Светского государства И института, подчеркиваю, института Русская Православная Церковь Правильно даже говорить Московская Патриархия Понимаете? Вот эти отношения И тогда и возникают Вот эти все разговоры Что за пляски? И потом, понимаете Там я тоже не увидел Яровного выпада в адрес Бога Выпад-то был в адрес Путина? Путина Конечно Но там четко это было Я не защищаю Иван, вы поймите правильно Здесь все сидящие говорят Это мерзкий поступок То, что было совершено После этого фэмин увидели Но Вот спиливание крестов Это совсем другая история Но мы после этого увидели Это совсем другая история Стоп, стоп Мы увидели, что именно Они выразили такое негодование Именно судебным решением Спиливание крестов Сейчас мы видим Дальнейшее разжигание этой темы Слушайте, ну какой-то недоумок Пришел с топором к суде Он в такой форме выразил Слушай, у нас недоумков Недоумков может много Ну давай сейчас Суббот Вань, давайте расставим точки над «и» Давайте расставим точки над «и» Секунду Давайте расставим точки над «и» Я совершенно не хочу Никак ассоциироваться И не хочу отвечать За поступки людей Которые спиливают кресты Я не знаю Кто стоит за этими девушками из «Фэмин» Я считаю, что они нанесли Большой ущерб и «Пусси Райт» Которые, кстати, дистанцировались От этой акции Как ты знаешь наверняка Они нанесли большой ущерб Тем людям, которые защищают «Пусси Райт» Ну вернее критикуют приговор Там, да Они нанесли На самом деле такая была Очень грубая И некрасивая провокация Против тех людей Которые защищают «Пусси Райт» Вот это вот спиливание крестов Потом начавшееся по российским регионам Я не знаю, кто это делает Но это, извините История очень подозрительная Никто не берет на себя ответственность Никто не задержан Никто не арестован Но факты есть Но факты есть Да Есть страшные факты Я полагаю, что это могут делать Там люди, которые занимаются провокациями Для того, чтобы дискредитировать Защитников «Пусси Райт» Поэтому тут давайте дождемся Какой-то фактуры Я не согласен Нет, вы можете быть не согласны Но этого не знаю я Этого не знаете вы Я вижу четкую реакцию А вас и ваших сторонников Это может спровоцировать на определенные действия Конечно Давайте я вам скажу Конечно А у нас нет никаких действий Я бы вас предостерег Я бы вас предостерег, кстати У нас нет никаких действий Я знаю, я знаю, что провокации будут Я это готов, я знаю Дай бог, дай бог, чтобы вы были готовы Мы только охраняем И защищаем Мы защищаем, да И вот я говорил И буду говорить, что Если Кощуник, да Там эти «Пусси Райт» Там девочки, да Там, как вы их называете Покаются Покаются, да И делами Делами Докажут Своё раскаяние Делами Я говорю Я И уверен, что не только я Мы назовем их сестрами Да, сестрами Скажем И простим От всего сердца Какое дело Сейчас вот их посадили Какое они должны дело сделать Варежки Соштопать Ну мы увидим Понимаете, есть Помилование Понимаете Есть, есть То есть Если они в самом деле раскаются Раскаются Ну как Вот как Они принесли извинения Тем православным Кому Был нанесён Да они принесли Ну понимаете Когда извиняются Люди каются И это видно Они смеялись И улыбались Ну я лично видел Все эти съёмки Понимаете Они разожгли волну То, что По всем городам Прошли эти вот Иван, что им надо сделать Раскаются Раскаются Вот от души сказать Простите Вот простите нас Вот дур Вот реально Вот простите Как я каюсь Прости Господи От дурака Так сказать Простите нас Дур Этого достаточно Достаточно Вышли Вышли Да Вышли Начинать Уже замалить грехи Перед Господом Милосердием Вот в чём вся соль Понимаете Раскается И делами доказать Ваня Это называется гордыня Когда вы начинаете Вещать от имени Господа Это называется гордыня Оставьте людям Право Заблуждаться Это их право Это их дело Их дело И дело Господа Они сами С Богом разберутся Никто не может быть посредником Стоп Это понятно У меня спросили мнение Я высказал Как я вижу Как я бы поступил Понимаете Как бы я Понял их поступок И назвал бы сестрами Всё Я не сказал за Господа И как посредник Я сказал своё мнение Понятно ваше мнение Ну я в общем-то могу Уже остановить Смс-долосование Здесь всё уже понятно Как распределились голоса Но я хочу всё-таки Хотя бы пару-тройку звонков Принять Сейчас не комментируйте Ничего Просто послушаем Мнение радиослушателей 65 10 99 6 Код Москвы 495 Очень лаконично Предельно лаконично У нас несколько секунд буквально Добрый вечер Алло Алло Здравствуйте Хотел бы Как вас зовут Высказаться Меня зовут Сергей Сергей очень лаконично Ну то что общество Раскололось Это факт Я даже с женой Чуть не развёлся Придя с работы Узнал Разговаривая Разговаривая с женой Ну как тебе Два года дали Действительно Хулиганки А у меня жена Юрист Судья работала Она говорит Ну и правильно Дали Я бы Я бы Вот Ну с точки зрения Государства Надо наказать Каким образом Подожди А вот сколько бы ты Дала Я очень лаконичен Потому что разговор Дверьте там Около часа Ну если чуть развести Я её обвинил В кощунстве Я обвинил её В кровожадности Потому что все Войны Освещались Церковью И всё было отлично Вот Но в итоге Самая главная идея Которую вот Мне удалось Её убедить А сколько бы ты Им дала Она говорит Я бы дала бы Ну максимум Там 30 суток Административки Там ну вот Вот отсидеть Ну и может быть штраф Но с точки зрения Государства Чтобы потом Ничего такого Не было Я говорю Стоп Значит Чтобы потом Ничего не было Ты готова сейчас Отдать на растерзание Кого-то Да Так вот Уже были в истории Такие люди В истории Чтобы справиться С безбилетчиками В метро Вывели всех Безбилетчиков И повесили Около входов Это Ребёнок мне говорит Так это Гитлер Точно Вот Чтобы потом Не было чего-то Отдали на растерзание Сейчас Спасибо Я к сожалению Не могу больше Тянуть времени Следующая программа И новости Должны у нас сейчас выйти Но Мы услышали Мнение Я Свой главный принцип Сохранил Звонки Прозвучали Итоги СМС-голосования Илья Яшин 87,17% Слушателей Финам ФМ Проголосовали За его позицию За Мнение Ивана Траковского 12,83% Господа Спасибо огромное Илья Яшин Иван Траковский Реальное время Финам ФМ Стоя